Текущее состояние автодорог общего пользования характеризуется следующими показателями. На республиканской сети сегодня протяженностью 23,5 километров удовлетворительное состояние имеется на 79% и 21% является неудовлетворительным. На местной сети ситуация несколько хуже, 37% неудовлетворительных дорог, 63% сегодня удовлетворительных. Казахстанское содержание достигло 90% по итогам 2012 года и по итогам 2012 года удалось охватить ремонтом 5800 километров, при этом 2200 на республиканской сети и 3600 на местной сети. При ощутимых результатах за последние 10 лет в строительстве автодорог все равно, конечно же, сохраняются проблемы отрасли, которые можно увидеть на следующем слайде. Это неудовлетворительное состояние автодорог 33% в целом по местной и по республиканской сети, несовершенство структуры управления, коррупционные риски, недостаток финансированного содержания автодорог, качество ремонтных работ, эксплуатация большегрузных транспортных средств с перегрузом, недостаточно обеспечения безопасности на дорогах и отсутствие сети сервиса. В части решения проблем по неудовлетворительному состоянию автодорог реализуется целый ряд масштабных проектов по поручению главы государства, каковыми является Западная Европа, Западный Китай. Проект сегодня уже имеет достаточно зрелое развитие. 915 километров уже открыты к передвижению, к проезду. 806 километров в этом году будут открыты. Дополнительно будет начато 483 километра на участках Алматы-Харгос, Шимкент, граница Жамбылской области, Ташкент, Шимкент. Задействовано более 60 дорожно-строительных компаний, привлечено 35 тысяч человек и мобилизовано 5,3 тысячи техники. Другие проекты, которые будут реализовываться по поручению главы государства, это проекты в направлении Центр-Юг, Центр-Запад, Центр-Восток. И уже в июле текущего года по данным участкам будут проводиться работы строительные, в частности, по Астана-Павлодар, по Астана-Тимиртау, Палматы, Ковчигай. А также будут продолжаться работы на участках Центр-Восток, Халбаттау, Семей и на участках Центр-Запад, Бейнио, Щитпе. Следующий вопрос. С точки зрения реализации в 2013 году развития автодорожной отрасли, то хотел бы сказать, что по республиканской сети будут проводиться ремонтные работы на 3485 километрах. Из них планируется открыть движение на 2000 километрах. С начала года выполнено уже покрытие 223 километра, основание 89 километров и земляных работ 34% от плана по году. На слайде указаны все участки, на которых сегодня проводятся работы. По местной сети работа тоже достаточно активно будет проводиться. С начала года освоено уже 7,6 миллиард тенге, 22%. Охвачено ремонтными работами будет 2413 километров. Реконструкция 171 километр, капитальный ремонт 392 и средний ремонт 1850 километров. Нельзя не сказать о проблемах, которые существуют по финансированию местной сети автодорог со стороны Акиматов. Мы представили таблицу, которая характеризует то, что сегодня Казаладинская, Алматинская, Тарауская области достаточно активно финансируют местную сеть и выделяют достаточно ощутимые средства. В то же время Павлодарская, Кусанарская, Западно-Казахстанская области сегодня не так активно финансируют и, как следствие, достаточно большие проблемы по местной сети. Плюс ко всему, для очленения системного видения по развитию местных сетей предлагается разработка критериев приоритетности распределения целевых трансфертов на реализуемые проекты. Данный документ нами разработан, будем согласовывать с местными исполнительными органами. По реформе структуры управления законопроект сегодня готов и отрабатывается со всеми структурами канцелярии премьер-министра. По данному законопроекту предполагается то, что национальная компания «Казахавтажо» будет заниматься и выбором подрядчика, и сбором отплатности, а также будет реализовывать те инвестпроекты, которые на сегодняшний момент просто необходимы в данной отрасли. Что касается надзора, то данная функция останется за комитетом автодорог. То есть предполагается разделение функций. Мы данную реформу разрабатывали благодаря помощи консультантов со стороны Всемирного банка. И в настоящее время еще и предполагается дополнение данной реформы переходом на принципы ФИДИК, которые в результате нам помогут сократить количество государственных случаев в результате реформы до 224 человек. Плюс ко всему, конечно же, повысят качество строительства в автодорожной отрасли. При этом внедрение служб инженера при производстве ремонтных работ по условиям, по принципам ФИДИК предполагается не только на строительстве новых объектов, но и на ремонтных работах. Также мы для повышения качества предполагаем переработать стандарты по ровности покрытий с приведением к международному индексу IRI, совершенствование методики диагностики с применением электронных приборов и автоматизация целого ряда процессов. А также внедрять новые технологии, например, вместо ШИПО предлагаем внедрять технологию SLARISIL, потому что ШИПО сегодня не зарекомендовало себя достаточно хорошо на именно ремонтных работах. Плюс ко всему, будут такие уже новые вещи внедряться, как перегружатель асфальта по типу шаттл, который будет нам максимально выравнивать то покрытие, которое сегодня строится. Плюс ко всему, более 40 опытных участков сегодня имеют, так будем говорить, эксплуатацию, и мы будем внедрять по итогам эксплуатации данных опытных участков новые материалы, технологии, конечно же, направляя всю информацию в правительство Республики Казахстан. Для исключения коррупционных рисков предлагается внедрение автоматизированной системы взвешивания и в движении, а также внедрение автоматизированной системы распределения иностранных разрешений. Три сегодня таких автоматизированных поста уже внедрены, 10 до конца года будут внедрены, и за счёт этого мы, плюс ко всему, ещё и сократим количество государственных служащих на 66 единиц. С точки зрения иностранных разрешений, 13 тысяч с начала года были уже выданы, и это минимально, а точнее практически решило проблему, так будем говорить, коррупционных рисков в данной сфере. Для повышения безопасности на автодорогах предполагается внедрение системы экстренного вызова при авариях и катастрофах. Соответствующее согласование мы получили, и уже в этом году средства будут направлены на создание ассоциационного центра. При этом данная система нами ожидается, что позволит снизить смертность до 30%, сократить время реагирования на ДТП оперативными службами на 10 минут и более. Всегда при строительстве автодорог имелась проблема развития придорожного сервиса, инфраструктуры пассажирских перевозок, и в рамках программы транспортной инфраструктуры, Серег Меточ, которую вы отметили сейчас, разрабатывает правительство, разрабатывает Министерство транспортной коммуникации совместно с государственными органами, предполагается строительство новых 9 автовокзалов, строительство новых 61 автостанций до 2020 года, а также приведение всех автовокзалов и автостанций к соответствующим стандартам, которые были утверждены в прошлом году. Также прорабатывается с акиматами со всеми развития придорожного сервиса, и есть конкретные планы по их строительству и по их модернизации. Конечно же, работа по автодорожной отрасли продолжится и в последующие годы, но благодаря поручению президента Республики Казахстан мы это будем осуществлять, надеюсь, на основе программы развития транспортной инфраструктуры, которая будет целиком полностью сакцентирована на нуждах населения, на тех вопросах, которые касаются и в том числе туризма, и индустриализации, в силу того, что это важно для развития данных сфер. И мы будем сейчас данную программу, которая направлена государственными органами, согласовывать. Сергей Кемпиневич, прошу поручить всем государственным органам в ближайшее время согласовать данную программу для внесения в правительство Республики Казахстан. Результаты проводимых работ до 2020 года позволят нам улучшить качество и внедрить новые технологии, улучшить состояние автодорог республиканского и местного значения, повысить категорию автодорог республиканского значения, снизить количество ДТП за счет автоматической системы взвешивания, практически исключить какие-либо коррупционные риски на автодорогах республиканского значения, а также привести в соответствие инфраструктуру пассажирских перевозок установлены требования. Спасибо за внимание.